Дорогие друзья, всем огромнейшие приветики! Меня зовут Марианна, и вы на моем YouTube-канале про моду в стиле шоппинг и шмоточки и рум-туры. И раз в сезон я приезжаю в Атриум, в этот уголок роскоши, для того, чтобы показать вам несколько премиальный шоппинг. Поэтому у нас сегодня шоппинг-блог. Приятного просмотра, а мне удачной примерки. Добро пожаловать! Меню у нас сегодня Сандро, Маш, Клади перло, Хуго и, конечно же, Аш. Ну что, стиль колледж-гел или колледж-бой и Сандро неразрывно связаны. И вот тут сейчас у нас произошла пенетрация тренда в ДНК-бренда. Это, конечно же, мини-юбки с жилетами, еще с какой-нибудь блузой внутри, с воротничком Питер Пен или уже за вас придуманные свитшоты и джемпера с воротничками. К ним в напарники просятся грубые ботинки, бейсболка, бомбер, панама. Так, вот, да, свитшоты с надписями, стеганые, как будто бы из шестидесятых пальто с ретро воротничками. Я думаю, что за несколько сезонов последних, когда прэппи очень в актуальном, вы уже приноровились и понимаете, что этот тренд не только для девчонок до 18, но и мы можем себе это позволить. Кому как, кто-то выбирает юбки чуть подлиннее, кто-то играет на объемах, потому что прэппи это про небольшие размеры. Но если посмотреть последнюю сплетницу и как девушки используют это направление в своем гардеробе, показывая все с огромными бомберами, с велосипедками, с мужскими рубашками и галстуками. Если плосколежащие воротнички надоели, к вашим услугам у нас есть и жабо, и рубашки с бантами. Потому что жилеток много, скорее всего, вы и несколько сезонов назад приобрели одну из трикотажных жилеток крупной или тонкой вязки. Замените просто Питер Пен на что-то другое. Но единственный такой еще моментик. Вот такие жилеты мы носим либо как топы, даже ничего внутрь мы не надеваем, либо на какой-то вид рубашек или футболок, но не на трикотажные джемпера и не на водолазки. Галстучный принт здесь, платье. На запах. И настоящая прям пижамка. Если такую пижаму выгуливать в осеннем сезоне, плотные колготки, можно даже попробовать кружево, но какое-то такое чуть более геометричное, либо колготки полупрозрачные, контурные, черные, и высокие сапоги, ботинки. Это шорты, кстати. Да, шорты. Шорты-юбка. И поверх можно накинуть какой-нибудь объемный кардиган или даже какое-то полупальто такого плана. Сумка челнока. Мне очень нравится. В общем, в этом сезоне, по-моему, в Баленсиаге опять выпустили челночные сумки. Интересно отстегивается. Я нашла кардиганчик с воротничком, и он отстегивается. Это очень удобно. Воротничок можно перестирывать, если вдруг у вас остались следы от тонального крема. А кардиган проветривать. Такие более семидесятческие. Как раз здесь висит все капсулы. У вас джинсы, рубашка с кружевом, решилье и поверх либо жакет. Вот. Ну, какая-то. Ну, кстати, вот этот тоже жакет будет здорово. Все самая простая формула образа на осень, которая у нас, опять же, не менялась еще с того сезона. Блуза с декором или с отделкой, с крупным воротником, воротником стойкой, с кружевом. Может быть, такая а-ля мужская с острым длинным воротничком. И поверх жакет. Возможно, из женской коллекции или из мужской. Так, ангорка. Довольно приятная. Я не люблю ангорку. Не люблю пушистиков махеровых. Махер это, а не ангорка. Ну, не знаю. Можно примерить, посмотреть, как к телу. Котажное платье. Мне нравится, что оно с отрезной талией, а не платье чулок или носок. И мне должно хорошо сесть на бедра. Тоже предлагаю нам взять, примерить. Ну что, друзья, сейчас мы уже... Ой, вот-вот-вот-вот. Посмотрите, какой красавец. Просто идеальный жакет. Не знаю, ну тут кто-то подгибал рукава. Кстати, тут же не ужасно смотрится. Но, скорее всего, по росту не проходили. Какой кант, как будто это мужской. То самое смокинговое пальто, халат, с которого смахивали пепел, если вдруг он сюда попал. Но, со классного-то полегче было смахивать бы. Все, друзья, встречаемся с вами в примерочной. Вроде бы классическое сочетание белая рубашка плюс черная юбка. И обратите внимание, это не просто какая-нибудь белая блузка и черная юбка. Многоярусная, довольно объемная. Состоит из двух тканей. Как раз вот эта ткань ее опускает вниз и дает ей поддерживать тот самый объем и пластичность. Рубашка из сжатой ткани. Боже, это идеально. Ваша рубашка всегда будет выглядеть свежей, потому что мятость в ней уже задумана. Здесь съемный бант сзади на пуговичке, что тоже дает вариативность использования этой рубашки. Сюда бы мне хотелось накинуть поверх еще какой-нибудь огромный бомбер. Вот в дизель можно было бы за ним сходить. Добавлен еще кожаный пояс с цепочкой. Может быть, просто какой-то широкий в клепке даже серебристого цвета ремень можно добавить. И я знала же, что здесь Preppy Style пришла в своих ботинках на протекторной подошве и гольфиках. Но вместо них здесь могли бы быть черные колготки. Либо какие-то кружевные, либо вообще фантазийные. Если вы имеете сочетание ЧБшки, то можно с колготками поэкспериментировать. Возможно, какие-то ромбы или даже тату-колготки. Вот что было бы здорово. В Кальзодоне есть такого плана. И, наверное, это единственный вариант. Недавно у меня спрашивали в сторис, можно ли носить колготки с встроенными чулками. Вот, наверное, это единственный вариант, когда это было бы уместно. И вот как только у нас в этом образе появляется поверх жилет, бант хочется снять. И вместо банта от рубахи добавить сюда, например, черный галстук, селедочку. Или, возможно, какой-то брошь прям под воротник. А может быть вообще рубашку расстегнуть и чуть больше раскинуть и дать воздуха в портретную зону. Чувствую себя молодой глюкозой. Накинула поверх пальто с атласными, лацканами. Такое смокинговое пальто, двубортное. По-моему, клево смотрится. Я причем смотрела на него на вешалке, думаю, маловато мне будет. Это размер двойка. А здесь довольно хорошая линия плеча. Мне кажется, как будто я учусь в музыкальном училище. И у меня сейчас какой-то инструмент за плечом. И какая-нибудь скрипка. Или, может быть, я на фортепиано играю. И надо отдать должное. Увеличились размеры. То есть это двойка, и она мне в пору. Если раньше я всегда в Сандро покупала тройки верхушки плечевые изделия, то сейчас вот уже можно примерять чуть поменьше. Зебра сюда идеально вписалась. Любой чебешный принт. Особенно сейчас, знаете, белый тигр или зебра, или леопард в таком исполнении. Хорош будет. Для меня пальто чуть коротковато. Я в основном ношу миди-юбки. И в данном случае она бы выходила какой-то третьей длиной. Кажется, было бы не очень аккуратно. А тем, кто предпочитает мини или в основном брючным девочкам, такая длина почему бы и нет. Главное, смотрите, чтобы пальто было не кропнуто в районе рукава. То есть актуальная длина сейчас у пальто – это посередину икры. Если и пальто само по себе короткое, и еще рукавчик чуть вздернутый, кажется, что можно было взять и на размер побольше. А в этом платье я превратилась в маленькую ведьмочку. Кажется, как будто поверх трикотажного платья я накинула какое-то пончо с бахромой. Ну и не могла я его не примерить, чтобы посмотреть, как смотрится отрезная талия на трикотажке. И, по-моему, вообще все очень даже прекрасно. Поверх подобного платья мы накидываем либо укороченную верхнюю одежду, возможно, чуть ниже, ну, на ладонь, наверное, от талии, либо уже что-то обволакивающее, объемное и длинное практически в пол. К нему мы сейчас примерим еще жакет. Ждите. Так, у нас жакет букле, буквально как диван, который я недавно заказала. И как только у вас появляется светлая верхушка, все темное внутри пропадает. Поэтому туда желательно дать еще какой-нибудь акцент. И это будет цепь на талию. Поэтому любительницам надеть черные брюки, черную водолазку и небесно-голубой жакет поверх, это неэффектное сочетание. Лучше в таких случаях использовать чуть более яркие, светлые оттенки. Вот, я думаю, что этого нам будет достаточно в данном образе. Как добавить ремень к жакету на одной пуговице? Я вам покажу в следующем образе. Здесь три пуговицы. Единственный вариант приталить этот жакет, это ремень-цепочка в цвет фурнитуры. Вот, драпернула так, чтобы сзади не было никаких складок. И спереди жакет тоже выглядел аккуратно. На мне образ в палитре осенних опавших листов. Сапоги одолжила Вэш. Они очень похожи издалека на резиновые. Это кожа на высокой протекторной подошве. Платье с высоким воротом на пуговицах. Плюс объемный жакет из шерсти и сумка с андро из мужской линейки. Я уже использовала такую в крутилке для тех, кто носит с собой ноутбук. Папки, чертежи, сумка архитектора для тех, кто носит большие дизайн-проекты распечатанные. Если мы этот комплект вводим на холодную осень, здесь появятся какие-нибудь плотные кашемировые колготки. Или, например, леггинсы, которые на самом деле термобелье. Можно поискать такие в Uniqlo. Так, я сейчас оставляю сумку. И будем с вами экспериментировать с застегиванием этого жакета. Не важно, какой у вас ремень, цепочка, как у меня, или кожаный. Важно борт с пуговицей отправить под борт с петлей. В данном случае я буду продевать цепь через петлю. И если у вас позволяет ремень, его ширина, попробуйте сделать так же. Тогда ремень будет выглядеть частью сложного жакета. Вот в данном случае никто и не скажет, насколько приталенным должен быть этот жакет. Итак, мы с вами перемещаемся в Клади Перло. И здесь вся коллекция просто пронизана духом 70-х и духом, знаете, не француженок, а скорее парижским в стиле Каролин де Мегре. Я хочу вас сразу пригласить в примерочную, потому что я уже кое-что для себя отобрала. Ну, попутно покажу вам. Ой, любят, что Сандро, что Клади Перло. Какие-то с интересными деталями. Казалось бы, классические вещи. Здесь трикотажные манжеты. Но они, к сожалению, не отстегиваются. Хотя я думала, что будет такой вариант. Кардиган топ. Вот тот самый кардиган, который мы носим на голое тело и не расстегиваем. Либо расстегиваем только какие-нибудь, например, нижние три пуговички для пущей игривости. Здесь стеганая куртка-жилет. Здесь вот есть молния. Я, конечно, бы не на бантик завязывала, а просто на узел. Затягивала бы очень туго, чтобы нижняя часть после пояса выглядела как баска. Ой, вот это вообще моя любовь. Я ее также показывала в крутилке. Это удлиненная куртка, которая по крое напоминает дубленки из 80-х. Она очень теплая и очень приятная. Так, здесь уже у нас принтованная стежка в стиле обоев, я не знаю, или клеенки на стол. И парка. Парки немного уступают своей позиции чему-то дутому. Дутым пальто, скорее всего. Но если взять ее в огромном размере, вы будете защищены зимой. Сейчас я ее приложу. Да, хочется прям что-нибудь очень объемное. И зато парки отпускают позиции. Но если вы приобретете себе парку, то будете не как все в черных дутиках. Или цветных откуда-нибудь из бершки. В цветных коротких куртках. Стоп, пойдемте в примерочную. Вот что я имею в виду, когда говорю про парижский стиль. У меня прекрасное полупальто под пояс, без борта. Сюда бы я поверх накинула бы еще шарф, как боа. Вы знаете, что я сейчас полюбила эту тему. Но, например, из овчины, натуральной или искусственной. Или вязаный шарф, тоже таким же большим жгутом из травки. Расстегнем верхнюю одежду. Внутри на мне кардиган. Такой же, как я вам показывала, черный. Только двухцветный. Синий плюс беж. И джинсы, ткань которых напоминает холст. Тот самый, на котором рисуют. В качестве обуви я выбрала казачки с металлическими набойками на мысу. Но также удачно сюда бы вписались замшевые высокие сапоги-трубы. Либо, если внизу у нас не сапоги-трубы, а такие казачки, как на мне сейчас. Какие-нибудь высокие перчатки. Возможно, даже с объемными крагами. Вместо кардигана, который внутри, также был бы уместен какой-нибудь свитер с высоким горлом, в который вы заправите волосы и вообще натянете этот свитер по самые глаза. Сумка мягкая. Либо какой-нибудь мешочек, который вы будете носить под мышкой. Либо мягкая сумка из замши или кожи. Не лак, ни в коем случае. Вся эта эстетика про чуть шершавые, фактурные ткани. Сумка-седло. Сумка на длинном ремне, который вы будете носить не кросс-боди, а на одно плечо повесите. Ну вот я, наверное, подберу картиночки и приложу к этому кадру. Вы помните, что шляпы я сейчас не очень воспринимаю. Но если утерировать эту тему и делать этот образ таким более ярким и заметным, причем бы и нет. Бежевая шляпа на кулиске. И причем ее можно заправить внутрь. Здесь высокая тулья, и она вам не будет мешать. Но мне нравится из-за того, что у нас довольно голая зона шеи, как некое украшение и дополнительный аксессуар служит. У нас получился образ опроски. То есть, как будто я только что где-то на горнолыжном курорте каталась на лыжах, а потом зашла попить глинтвенчик. На мне костюм спортивный. Спортивный. Он, по-моему, какой-то из... Я, кажется, какой-то неопренчик даже немного, хотя выглядит как будто из футера. И дутики. Вот многим интересно, как же носить дутики. Простите, я тут в своих гольфиках еще. Как же носить и с чем носить дутики? Конечно, это спортивный вектор. К ним нужна одежда из серии Кози. То есть, это может быть костюм, как на мне. Это могут быть леггинсы или термобелье с огромным худи. Это может быть трикотажное платье с плотными колготками. Ну, в общем, что-то такое мягкое и уютное. Поверх этого костюма мы сейчас примерим верхнюю одежду. Кстати, из плюсов этого костюма, что здесь ворот полностью на молнии, и его можно поднять и застегнуть. Рукава, кстати, у меня коротки. Я их опущу. Сумка, опять же, сюда мягкая, возможно, из кожи или текстильная, из неопрена какого-нибудь или фланельки. Или очень классная сумка была в кос. Тоже вот она тут появится. И вязаная шапочка Бини. Или какая-нибудь с торчащей макушкой. И вот в зале еще нашлась рубашка-плед, которая идеально вписала в козистость и цветовую палитру этого комплекта. Понятно, что с той курткой теплее, но с этой поинтереснее. Классная бахрома и спереди, и сзади. Вообще очень приятное пальто. Проверка состава. Шерсть 70%. Ну, пальто, вернее, пальто-рубашка без подкладки. Довольно тонкая. Я думаю, что вот октябрь максимальная. Октябрьская температура максимальная для носки этой рубахи. Небольшая передышка от переодевания. Мы пойдем с вами в Эш. Посмотрим, что новенького есть обувного. Итак, во-первых, светлые сапоги на высокой подошве. С весны того года я ношу, и очень их люблю. У меня они бренда Эш, но очень похожи. И что удобно, здесь есть молния. Мои смотрятся не очень элегантно из-за широкого голенища, а здесь чуть более узко, и поэтому под юбку и трикотажные платья будет прям отлично. Вот еще модель Челси. Невысокие, а именно такие полуботиночки. Вот есть высокие, есть укороченные. Сюда классно будет ложиться какой-нибудь трикотажный носок вязанный, который чуть в гармошечку его, если спустить. И опять же Челси-ботинки с контрастной подошвой. Дутики мне нравятся, когда подошва сделана в тон верхней части. Вот, например, если выбирать между черными, черные тоже абсолютно отличные, кроме того, что здесь белая подошва. Я бы выбрала все-таки коричневые. Мне кажется, здесь даже немного хаки есть цвета. Также дутики есть в коже коричневые. По-моему, такие же есть черные. Мне кажется, я видела на сайте. И вы постоянно спрашиваете, на какой они сезон. На какой сезон? Эти я предугадать не могу, потому что сезон не наступил, я их еще не поносила в холода. А вот здесь есть прям зимние. И мне нравится в светлом цвете, несмотря на то, что здесь белая подошва, она все равно единым целым смотрится с топом обуви. Переходим далее. Так, здесь дерби-ботинки и высокие лоферы. Мне кажется, это тоже что-то новенькое в этом сезоне. Мы все привыкли к классическим с низким бортом. А эти уже также полу-ботинки, полу-лоферы. Мягкие казачки. Вы знаете, что я больше люблю такие жесткие. И не хочу, правда, говорить, что она структурированная, но если их сравнивать, то да. А в тренде как раз вот такие мягкие. Из замши. Каких-нибудь... Вот здесь, кстати, три прекрасных оттенка. Есть корица, оливка и коричневые. Белые сапоги. Такие чуть-чуть... Не совсем ботфорты, которые будут перекрывать мини-пластин. Это чуть прикрывающие колено. Хороший острый мыс. Вот эти тоже классные. Здесь цепь. Кажется, что она очень тяжелая. На самом деле она из пластика. И вот эти лодки очень удобные и легкие. Ну что, я передохнула. И мы с вами перемещаемся в хуго. Итак, мы перемещаемся в хуго. Хочу признаться, для меня это самый сложный магазин из нашей сегодняшней подборки. Поскольку здесь классический, ультраклассический костюм женский. Плюс спортивная эстетика, но тоже в классическом исполнении. То есть без гипер и оверсайзов. Итак, давайте посмотрим, что у нас висит на релли. И что у меня осталось в любимках с прошлого сезона. Это тонкие сетчатые водолазки. Здесь есть вырез под пальчик. И они идеально узенькие и поместятся даже под костюмы, в которых вы, например, ходите в офис. И тут вы решили бабахнуть и выглядеть на какую-нибудь вечеринку. Куртка-косуха вдруг здесь с довольно массивной фурнитурой. Руки-карго из эко-кожи. Что мы наденем внутрь? Может быть тоже какого-то подобного плана водолазка. Только мне не очень нравится по цветовому сочетанию. Сейчас подыщем к ним что-нибудь. Здесь у нас леопард. Смотри, такие широкие укороченные джинсы. Под ботильоны, например, такие узенькие поножки. Или под ботинки Челси. Будет здорово. И в сочетании, вот здесь рядом висит, не мной придумано, с черным жакетом, белой футболкой. И вперед выглядит аккуратно. Вот тут уже это леопард, который я примеряла. В комплекте вот с этой юбкой. Я мадам из ресторанов начала нулевых. И когда я могу немного подвыпить, я выхожу на сцену и пою в караоке. Нет, это нормально. Я нормально отношусь к этому прикидываю в правильном исполнении. И на девушке, которая это идет. Это здесь без перебора с агрессивным макияжем и начесом в прическе. О, смотри, какая хорошенькая лапша. Вот, смотри, вот это лапша. Это вискоза и полиэстер. Искусственные тедди-шубки. Мы их будем продолжать носить. Причем мех в этом сезоне будет таким более длинноворстным или под овечку, то есть который чуть-чуть кучерявится. И также в этом сезоне винтажный мех. То есть авито, винтажные магазины, second friend store и так далее. Это мех, который уже не через одни руки прошел. И пока у нас не декабрь, когда все опомнятся, что нужно что-то прикупить для тепла, и уже стало холодно. Вот Вита молодец. Купила. Ну, правда, сейчас темнее, но все равно молодец. Купила, сколько, пару недель назад себе шубку из Летиццы. Так, друзья, ну что, я предлагаю нам перейти в примерочную и посмотреть, как я буду примерять эко-кожаные брюки Cargo. Они плохо так сели, эти брюки. Они на средней посадке. Возможно, за счет размера и на ком-то они могут подняться и повыше. И мне нравится, как низ сборится на этих ботинках Chelsea. То есть я такой реально строитель какой-то. Немножко дорожный рабочий, немного монтажник. Выбрала внутрь водолазку. Здесь уже в составе, в отличие от черной, которую мы смотрели, шерсть. Она очень приятная, мягкая к телу. Ну и облитой. Облитой, это я называю такие лакированные пуханчики. Блин, тоже мне напоминает эту пленку какую-то упаковочную или для чего. Такая оранжевая. Но мы сейчас примерим еще бежевый и какой будет лучше к этим брюкам. Итак, бежевый пухан. Очень приятный, легкий, как пушинка. И мне кажется, что довольно теплый. Я расстегнула еще боковые молнии, чтобы он был более широким. Вообще куртки сейчас, которые похожи на какие-то горнолыжные. Вот самый сок. Тут должны быть и накладные карманы, иногда еще кулиска, которая затягивается изнутри или снаружи на талии. Я не уверена, что этот пуховик здорово сочетается с брюками, которые на мне сейчас из-за обилия накладных карманов. Но показать мне его вам захотелось. А сейчас поверх, я не поверх пуховика, а вместо пуховика надену еще шубку. Мне кажется, вот это будет идеальная комбинация. По нашим экспертным жюри сегодня в составе наш оператор Миша, Вита и я, мы решили, что оранжевый пухан все-таки был лучше всего к этому комплекту. Вы нас поддерживаете? С шубкой уже максимально знакомая комбинация вещей. То есть тоненькая водолазка, какие-то свободные брюки и нейтрального цвета. Довольно такого теплого, даже, мне кажется, медового, бежевого. Я похожа на плюшевого Мишку. Та-дам! А мы уже в маш без ваших зорких глаз. Мы пробрались сюда и уже примерили первый комплект. Здесь найден абсолютно чудесный темно-синего цвета жакет. И он бы вполне мог сгодиться даже под школьную форму у девочки в старших классах. К нему в комплект идут брюки-дудочки 7-8. Но у меня в комплекте трикотажная юбка с декоративным элементом. То есть здесь такой довольно высокий разрез на ноге. И все звенья, они исключительно уже носят только декоративный характер. И мне нравится, что это все сочетается по цвету металла. Хотя довольно спорно есть цветовые сочетания, как синий с черным или синий с серым. Но вот в данном исполнении мне очень даже нравится. Пойдемте еще в зал, я вам покажу, какие альтернативы есть. И покажу брюки, которые идут в комплект к этому жакету. О, здесь не только брюки, здесь еще и микрошорт. Вообще, я наблюдала по залу к очень многим довольно теплым, зимним практически жакетам в комплект. Идут шорты. Носим с плотными колготками или фантазийными колготками. И ли. Высокими сапогами. К этой юбке есть топ водолазка. Сзади. Также все в люверсах и звеньях. Или, если вы любительница платьев, тогда берем сразу платье. И мороки меньше. А еще есть мини-платье. В общем, полная линейка. К этой юбке. Хочу еще... Ой, вот раз уж мы в этой зоне. Помните комплект из Клади Перло, которому я все вам обещала показать сумку. Так вот, эта сумка была бы туда идеальна. К коричневым пальто. На мне жакет, если я не ошибаюсь, 38-го размера. Я думаю, что если он снижает размер, то он будет становиться все более и более приталенным. Ну, это так. Мои фантазии. Эту юбку хочу примерить с кардиганом. Ну как, пушистый, объемный кардиган. То есть на мне самый маленький размер. И довольно объемный. Внутрь я надела атласный топ с отделкой из кружева. Если вы чуть посмелее в сочетании различного вида цветовых комбинаций, то внутри могла бы оказаться такого лаймового цвета водолазка или топ. Еще классно поднять рукава у кардигана и оставить узкий рукавчик. Очень я еще, знаете, хотела бы примерить вот этот жилет. Но мы, мне кажется, с Андро нечто похожее составляли. На мой взгляд, он также очень классно будет с подобной юбкой. Вообще, я примеряю верхушки, и мне так хочется вот найти какую-то фантазийную юбку, какого-то сложного кроя, может быть, с отделкой из кружева, бахромы, может быть, какого-нибудь из жаккарда. Но вот нет, а верхушек очень много классных. Тем более, мажь здесь просто как будто мой именной герб. Иду менять эту юбку на другую. Хотела с этой юбкой примерить кардиган. Тут очевидно, что это будет все очень прекрасно. Но нашла чудесный свитер с шарфом. Вот это прям бомбял. Сейчас покажусь. Пример того, как два принта, которые абсолютно не сочетаются ни по каким оттенкам, но вместе выглядят здорово. Я прям вот этим комплектом на 100% довольна. Поверх накинула бы, наверное, какое-то camel пальто, или, возможно, даже серое. Вот это вот я. Мне так нравится, что шарф здесь прикрывает голую ногу. И, наконец-то, примерила те самые белые сапожки, которые вы могли видеть уже в аж. Они очень узенькие на прям стройные ножки. Но удобные. И, мне кажется, выглядят здорово. Как будто такой кипенно-белый цвет, как будто мятая бумага вот в этом месте. На этом прекрасном, баклажановом месте мы с вами закончим. Я с вами прощаюсь. Целую всех. И до скорых встреч. А если какие-то спецпредложения от брендов есть, в чьих магазах мы сегодня погуляли, вы их все найдете в инфобоксе. Всех целую. Пока! Пока!